Печально известный санаторий Ройко наконец-то закрыт на реконструкцию. Для этого потребовалось два резонансных побега. Напомню, в январе этого года в 20-ти градусный мороз оттуда сбежали 9-летний Дима Сироткин и 10-летний Саша Кирилличев. Найти их так и не удалось. Главврач санатория Дмитрий Таранцев от переживаний свел счеты с жизнью. В санатории начались масштабные проверки Следственного комитета. Были выявлены многочисленные нарушения практически во всех сферах. После проверок было принято решение сделать в санатории капитальный ремонт, модернизировать систему обучения и усилить безопасность. Однако все это откладывалось. И вот 31 марта случился новый побег. Три девочки сбежали из санатория. К счастью, отреагировали на этот побег, в отличие от первого, мгновенно. Девочек спустя 6 часов нашли. И вот спустя неделю после второго побега санаторию выделили 16 миллионов рублей и закрыли его на капитальный ремонт. Мы будем менять всю полностью крышу всего здания. Будет покрашен, отремонтирован фасад. Будет сделан соколь все. Сменены все старые окна. Эти все будут тоже окна старые демонтированы. Будут везде пластиковые окна стоять. Здесь будет замена у нас дверей балконных. Они уже старые. Здесь замена дверей не было окон со времен постройки этого санатория. Это где-то 88-й год. Вот 8-й дом, где жильцы. И будем полностью отгораживать от жильцов, стоять вот так забор металлопрофиля. Там на въезде у нас будет стоять КПП с охраной круглосуточной. Чтобы только проходить сюда все сотрудники по пропускам. У нас пропускная система будет. Будет стоять видеонаблюдение. И выведено наблюдение по периметру. И выведено все наблюдение будет в лечебном корпусе. Чтобы наши детки больше никуда не убегали. Чтобы они с метра здесь были, отдыхали. Ремонт будет проходить, начиная сверху от крыши, заканчивая подвалом. Все внутренние работы в полном объеме будут проводиться. Будем вставить душевые кабины. В каждой группе у нас будут стоять. Всю сантехнику, отопление все будем менять. Есть капитальный ремонт, полностью будем делать. Так как у нас сейчас в нашем финансировании очень тяжело, особенно здравоохранение. Я связываю это все-таки с побегом маленьких детишек. Очень жалко, с которым мы переживаем. И сам главный врач, который вот это все просто не вынес. Переживал очень. На самом деле переживал. Что-то привлекло внимание и СМИ, и Москва. В общем-то все тут были задействованы. Приняли участие в нашем санатории, которым всем спасибо большое. Кстати, на время ремонта все воспитанники Ройки расформированы по другим детским домам и лечебным заведениям. Санатории вновь должны открыть 1 августа.